Добрый день, агентство ТАСС, Юлия Бубнова. Начать, честно говоря, хотелось бы с некоторого подведения итогов. Очевидно, что год был не самый простой и не самый ординарный, но вот для вас каковы его главные итоги, чего мы добились, чего, может быть, не смогли добиться. И как вы видите наше будущее, к чему мы идём и к чему должны прийти? Спасибо. Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего. Но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченных, связанных с тем, что ситуация , которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год. Повторяю ещё раз, мы считаем, что, и я хочу это подчеркнуть, всё, что происходит и всё, что связано со специальной военной операцией, мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам, за то, что они делают для России, защищая её интересы, суверенитет и защищая, прежде всего, наших людей. И они действуют достойно, добиваются того, что стране нужно. Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофы в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах двадцатки, причём уверенно демонстрирует. Это касается и основных макроэкономических показателей, это касается и объёма ВВП. Да, падение есть небольшое. Я говорил совсем недавно, 2,9, по мнению наших же и международных экспертов, сейчас дают другую цифру, уже ещё меньше, 2,5. Один из основных показателей во всём мире – это уровень безработицы. Он у нас ниже до пандемийного периода, напомню, тогда было 4,7, сейчас у нас 3,8-3,9 процента безработицы. То есть рынок труда устойчив, финансы государственные устойчивые, здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Всё это результат не того, что с неба упало, это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса, ну и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения общих целей. Поэтому в целом мы чувствуем себя уверенно, и у меня нет никаких сомнений, что всё, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто. Да, пожалуйста. Добрый день, Константин Панюшкин, Первый канал. Если позволите, по следам Госсовета, всё-таки как лично Вы оцениваете итоги реализации молодёжной политики в этом году, имея в виду то, как достойная российская молодёжь повела себя после 24 февраля? Вы знаете, мы же всегда об этом говорим, то есть не мы. Посмотрите классическую нашу литературу. Всегда отцы и дети, всегда вопрос о том, что молодёжь в любой период развития страны, да и, по-моему, во всем мире то же самое происходит. Молодёжь всегда обвиняют в том, что она, значит, поверхностно, недостойна чего-то, что раньше всё было лучше. Я, наоборот, считаю, что молодёжь всегда лучше. Вот вспомните тяжелейшие испытания во все времена нашей истории. Все говорили, нет-нет, вот тогда было, а сейчас они не смогут. Ну чего не смогут? Всё, молодые люди могут. Разные люди есть во всех возрастных группах, но в целом наша молодёжь демонстрирует, во-первых, стремление идти вперёд, демонстрирует высокий уровень образования, подготовки, понимание происходящих процессов в мире, в обществе, понимание того, куда надо идти, что является настоящей ценностью, на что нужно опираться. Я имею в виду и нашу историю, любовь к Родине, к Отечеству, вот особенно это проявляется в трудные времена. Ну вспомните наши события тяжёлые на Северном Кавказе. Ну говорили, говорили, вот молодёжь, молодёжь. Давайте вспомним десантников в Псовске. Вот вам пример молодёжи, героизма молодых людей. А давайте сейчас посмотрим, как молодые люди сражаются. А как реагирует наша молодёжь на то, что происходит в зоне специальной военной операции. Как поддерживают наших бойцов. Вот я сегодня был в Маниже. Знаете, до слёз пробивает, когда ребятишки, подростки, люди чуть постарше, собирают вещи, письма пишут. Ну вот в целом, многие идут добровольцами, молодые тоже люди. Да, разные люди есть. Есть те, которые там сели на машину и по-тихому отъехали. Да, но в целом, в целом, российская молодёжь, повторяю ещё раз, демонстрирует и уверенно, можно об этом сказать, чувство любого к Родине, желание бороться, сражаться за неё и двигаться вперёд в личностном плане и в плане развития страны. Давайте Колесникову, давайте, пожалуйста. Добрый вечер, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, в этом году ещё не было Вашего послания Федеральному собранию, видимо, уже не будет. Я, в общем, как и многие писал про это, в том числе и про то, что тема послания, так сказать, вспыхивала в последние дни в некоторых форматах, например, на заседании по национальным проектам, вчера, мне кажется, тоже на расширенной коллегии Минобороны. Скажите, почему в этом году вот так вот, да, и какова, так сказать, дальнейшая судьба Вашего послания? У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания, именно в календарном году, но оно должно быть. Вопрос в чём? Вопрос в том, что динамика событий очень большая. Ситуация развивается очень-очень динамично. Поэтому очень, ну не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это и сделаем в начале года, безусловно. Но вот сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе, это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Поэтому, если по-честному, и мне, и администрации, было достаточно сложновато ещё раз, не повторяясь, ещё раз это запихнуть в формальное послание. Вот и всё. То есть я в тех или иных форматах уже говорил о ключевых вещах. Потом опять собрать и повторяться не очень хочется. А для того, чтобы как бы всё это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чём мы говорим и планируем на ближайшее время. Мы сделаем это сразу. Не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем. Продолжение, давайте. Спасибо, Интерфакс, Ксения Голованова. Владимир Владимирович, хотел спросить в связи с визитом Зеленского в США и достигнутой договорённостью о поставке батареи Патриот на Украину, можно ли говорить сейчас о полной вовлечённости США в конфликт на Украине? Какие могут быть последствия этого решения? И, например, может ли Россия придвинуть свои системы ближе к границам стран НАТО или даже непосредственно к близости к США? Спасибо. Вот Вы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт на Украине. Я бы, позвольте пошутить, я бы предложил посмотреть на эту проблему ширше и глубже. В чём конкретно и почему? Потому что Соединённые Штаты давно этим занимаются, они давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве. Но ещё в советские времена целые институты работали по Украине. Они прекрасно отдавали себе отчёт в истории этого вопроса. Там специалисты есть глубокие, которые профессионально в этом разбираются. Повторяю, ещё в советские времена готовили всё, почву готовили, людей искали, смысл определяли и так далее. Не хочется сейчас, это не тот формат, где можно было бы углубляться в историю вопроса, но, тем не менее, всем же понятно, откуда всё взялось. Это тонкий очень вопрос. Единство русского мира. Разделяй и властво ещё с древних времён этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались. Пытались нас разделить и потом по отдельными частями руководить. Чего здесь нового-то? Идея родилась давно, сама по себе украинского сепаратизма, ещё в рамках единой страны. Ну, если, понимаете, я всё время говорил об этом. Если кто-то посчитал, что образовалась отдельная этническая группа, хочет жить самостоятельно, ради Бога, нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным. И нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой апостаси, считая себя частью русского народа и русского мира. Считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать. А против них развернули войну в 2014 году. Именно войну. Ведь об этом шла речь. А что это такое, если с воздуха нанесили удары прямо по центру городов-миллионников? А что это такое, если против них развернули войска с бронетехникой? Это и есть война, боевые действия. Мы всё терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договорённости какие-то. Сейчас выясняется, что нас просто водили за нос. Так что такая страна, как Штаты, они давно этим занимаются. Давно. И просто в этом смысле можно сказать, что сегодняшние события, если они подводили нас к этому, в этом смысле можно сказать, что они добились своего результата. Но и у нас не было уже никакого другого выбора, кроме тех действий, которые были начаты в конце февраля текущего года. Вот, да, такова логика развития событий. Но наша цель, прежде всего, в защите людей, повторяю ещё раз, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры. Мы ведь исходили из чего в своё время? Исходили из того, что, ладно, Советский Союз прекратил своё существование, но, как я вот и вчера говорил на коллегии Министерства обороны, но наши общие исторические корни, корни культуры, духовной общности, они будут сильнее, чем то, что нас растаскивает, а такие тренды всегда были. То, что объединяет, сильнее. Нет, с помощью сторонних сил всё-таки и с помощью того, что фактически, после развала Союза, фактически так к власти пришли люди крайне националистических взглядов. Вот, и с помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщённость всё увеличилась и увеличилась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. Вот, в этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско. Но ничего другого не оставили. Может быть, и специально тоже и толкали нас к этому, к этой черте. Но отступать-то нам больше было некуда. Вот в чём проблема. Значит, вовлечённость их была всегда, в полном объёме. Они старались. Ну, значит, вы, я уже не помню, потом полистайте там эти странички истории. Кто-то из депутатов ещё Царской Государственной Думы сказал, хотите потерять Украину, присоедините к ней Галичину. Вот так, в конечном итоге, так и получилось. Он правительством оказался. Почему? Потому что люди из этой части, они ведут себя очень агрессивно и фактически подавляют молчаливое большинство на остальной части этой территории. Но, повторяю ещё раз, мы-то исходили из того, что фундаментальные основы нашего единства, они будут сильнее, чем те тренды, которые нас растаскивают. Нет, оказалось, что это не так. Значит, и начали и подавлять и русскую культуру, и русский язык, и нашу духовную общность разобщать, причём совершенно варварскими способами. И никто делает вид, что никто этого не замечает. А почему? А потому что преследует ту самую цель, о которой я сказал – разделяй и властвуй. Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение, пожалуйста, это с удовольствием будут кромсать и дальше. Но объединение и усиление никто не хочет, кроме нас. А мы будем это делать и сделаем. А военно-технически, вы знаете, дело в чём? Дело в том, что я вчера говорил, у нас в начале января выходит на боевую службу фрегат маршал Советского Союза Горшков, извините. И там уже появляются новые системы вооружения. Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций, но всё-таки это фактор усиления наших фактических и стратегических сил, хотя эти системы средней дальности, но они такие скоростные характеристики, что они дают нам в этом смысле определённые преимущества. Ну а что касается патриотов, это достаточно старая система. И она не работает, так скажем, как наша С-300. Ну, тем не менее, ведь те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдётся. Так что те, кто это делают, делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и всё. Давайте вот здесь. Давайте, пожалуйста. Добрый день. Телеканал «Звезда» Коковешников Константин. Если позволите, ещё один вопрос по поводу специальной военной операции. Да, пожалуйста. Традиционно вы довольно скупо оцениваете ход операции, предпочитаете не вдаваться в детали, но всё же не видите ли вы угрозы приобретения ситуации совсем уж затяжного характера. Спасибо. Вы знаете, я уже сказал об этом. Фактически ситуация начала складываться. Она так менее заметна была даже у нас, а на Западе предпочитали об этом вообще не говорить и вообще этого не замечать. Но всё это началось в 2014 году, после госпереворота, спровоцированного теми же Штатами, когда пирожки там раздавали на Майдане. Я уже много раз об этом говорил, но наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Ну а по поводу того, что мы, Илья, скупы или мало говорим об этом, ну это естественно. С одной стороны, я, может быть, и скупы об этом говорю, да, но брифинги Министерства обороны проходят ежедневно, и они там докладывают, нашей общественности в стране докладывают о том, что происходит, где происходит, каким образом и так далее. Значит, поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается того, что и как происходит, ну, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведёт к неоправданным потерям. Курочка позёр нашу клюет. Давайте продолжим. Пожалуйста. Спасибо большое. Алексей Петров, телеканал России. Владимир Владимирович, мой вопрос в продолжении темы, по сути. В последнее время в западных политических кругах активно муссируется мысль, в том числе на уровне НАТО, что ресурсы Запада, которые передаются Украине в качестве помощи, они не безграничны, они, по сути, на исходе. В то же время ряд западных экспертов полагает, что и российские ресурсы тоже кончаются, что вот-вот последние ракеты, последняя муниция. Это знакомая же такая риторика, но, тем не менее, состояние нашего оборонно-промышленного комплекса способен ли сегодня наш УПК, с одной стороны, восполнять те запасы, которые необходимы, с другой стороны, производить достаточно для продолжения специальной военной операции? Спасибо. Во-первых, я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО, они не находятся на грани исчерпания. Дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там практически мы всё выбивали, повыжгли, там несколько десятых, можно насчитать, единиц бронетехники, ну, сотни, там ещё чего-то. Вот в таком масштабе. Ну, выбили много, это правда. И вот эта техника, она близка к исчерпанию. Но это не значит, что у западных стран, стран НАТО, нет другой техники. Есть. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что на новые системы вооружения, в том числе НАТОского образца, надо не так просто и перейти, надо готовиться, надо обучать персонал, надо иметь запасы запасных частей, надо это обслуживать, наремонтировать. Это большой вопрос. И он непростой. Первое. Второе. Есть вопросы, связанные с возможностями самого оборонно-промышленного комплекса западных стран. Да, в Штатах он большой, можно раскручивать, но и там не так просто, потому что нужно выделять деньги дополнительные на этот счёт. А это вопрос распределения ресурсов в рамках бюджетного процесса. Что касается… Мы это учитываем, считаем тоже всё, что там появляется, считаем, где и сколько на складах ещё есть осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал и всё. Что касается наших возможностей и наших запасов и так далее. Но они тоже… Мы же их тратим, это понятно. Я сейчас не буду называть цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратил. Это большие цифры. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК, он, ну, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется. А у нас она только растёт. Причём, как я говорил вчера на коллегии Министерства обороны, мы не будем делать это в ущерб другим отраслям экономики. Нам всё равно, так или иначе, вот министр вчера докладывал, потребности с фоярами нужно обеспечивать. И в отличие от, скажем, той же промышленности Украины, мы же развивали за последние десятилетия нашу промышленность, в том числе оборонную промышленность. Мы развивали нашу военную науку и технологии. Нам чего-то ещё не хватает. Мы видим барражирующие боеприпасы, беспилотники и так далее. Но у нас есть заделы. Мы знаем, кто и сколько может сделать, когда, в какие сроки. У нас есть собственные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить работу научных, технологических центров и самого производства. У нас это и есть. Да, существует вопрос, связанный с наращиванием темпов и объёмов. Мы в состоянии это сделать, и мы точно это сделаем. Давайте, давайте, пожалуйста. Российская газета, Айтель Гериханова. Владимир Владимирович, вот в этой ситуации, насколько ещё возможно, есть ли реальные шансы на дипломатическое разрешение ситуации на Украине? Ну, все конфликты, все вооружённые конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Ну, это уже выглядит несколько необычно, но странно даже, я бы сказал. Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придёт к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались. Валерий Санферова, Вести ФМ. Владимир Владимирович, Вы в последнее время часто с военными встречаетесь, и поэтому у меня вопрос… Это Вас удивляет? Нет. Каждый день, чтобы Вы понимали, каждый день. Вопрос о героях. Вот Вы, когда ехали на этот госсовет, Вы проезжали Кутузовский проспект, а рядом были улицы генерала Торохова, Раевского, Барклая-де-Толи, Василисы Кожаной. В принципе, сам госсовет проходил в том зале, где тоже 11 тысяч, если не ошибаюсь, табличек героев, гердевских героев. Рождает ли специальная военная операция народных героев и полководцев, и появляется ли они в нашей жизни? Ну, конечно, любой вооружённый конфликт связан, к сожалению, с потерями, связан с какими-то трагедиями, с ранениями и так далее. И, как правило, ведь знаете что? Ведь те, кто уходит из жизни, защищая интересы своего Отечества, своей Родины, своих людей, те, кто получает ранения, это самые сильные ребята. Вот они впереди. Вот в чём дело. И, конечно, они герои. Я об этом много раз говорил. Это моё личное глубокое убеждение. Ну, вы представьте себе. Вот мы с вами сидим, стоим сейчас в этом зале, в Кремлёвском дворце. Нам тепло, солнце светит над нами, искусственное. Лампочки горят. Интерьер красивый. А ребята там в снегу. Понимаете? Вот мы говорим о стельках в сапогах и так далее. Об оружии. Они под обстрелы попадают и так далее. Но, конечно, они все герои. Это колоссальный труд, связанный с опасностью для здоровья и жизни. Конечно, и герои. Но есть те, которые проявляют особые поступки. Связанные прямо с тем, что называется героизм. Личный героизм. Не просто тяжёлый труд, а именно личный героизм. Ну, конечно, мы должны думать над этим. Мы будем обязательно заниматься тем, что будем ставить их в пример всему нашему обществу, как пример для молодого поколения на будущее. Вот именно такие люди укрепляют внутренний дух нации. Это очень важно. И они, конечно, есть. Их много, вы наверняка и сами их знаете. О некоторых пока мы ещё и не знаем, имён не назвали. Но будем это делать обязательно. Давайте, вот с той стороны дайте, пожалуйста. Агентство РИА Новости, Мария Глебова. Если позволите, я бы хотела вернуться к экономике. Вы ранее сами сказали, что никакого обвала не случилось, но теперь говорят о том, что основной удар придётся на следующий год. Скажите, пожалуйста, удастся ли удержать российскую экономику? Вы в конце каждого года также традиционно встречаетесь с капитанами российского бизнеса, но в этот раз встречи не было. Почему? Видите ли вы их роль в росте частных инвестиций сейчас? И хотелось бы ещё спросить про социальный вопрос. Все социальные обязательства, которые были обещаны, будут ли исполняться в обязательном порядке и дальше? Спасибо. Ну, что касается экономики, я уже так затронул эту тему, но могу, конечно, наверное, и должен добавить. Во-первых, предрекаемый обвал экономики не состоялся. Да, у нас есть снижение. Ещё раз повторю эти цифры. Обещали где-то, ну не обещали, а надеялся кто-то на то, что у нас будет снижение, сокращение объёма внутреннего продукта 20 и более 20, 25 процентов, некоторые говорили. Он имеет место быть, это снижение ВВП, но не 20, там 25, а 2,5 процента. Первое. Второе. Инфляция, как я уже говорил, у нас будет в этом году, тоже один из важнейших показателей, инфляция будет в этом году чуть побольше 12 процентов, и это, я думаю, что гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах двадцатки. Не хорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год, мы тоже уже об этом упоминали, где-то мы будем по результатам работы экономики в первом квартале, во всяком случае мы на это надеемся, будет стремиться к целевым показателям в объёме 4-5 процентов. Это очень хороший тренд, в отличие от некоторых других стран двадцатки, где тренд, наоборот, на повышение. Безработица минимальная на историческом уровне 3,8 процента. У нас дефицитный бюджет, это правда, но в районе 2 процента будет в этом году, в следующем тоже. Потом будет 1 процент, а в 2025 году меньше единицы, где-то мы рассчитываем на 0,8 процента. Обращаю Ваше внимание на то, что в других странах и развивающихся больших государствах, и в странах с так называемой развитой рыночной экономикой дефицит гораздо больше. В Штатах, по-моему, 5,7, в Китае свыше 7 процентов. Во всех ведущих экономиках дефицит где-то за 5 процентов улетает везде. У нас нет. И это хорошая фундаментальная база для того, чтобы двигаться уверенно в 2023 год. Что является приоритетом 2023 года? Развитие инфраструктуры. Это обязательно. И, наверное, не нужно перечислять, там очень много. И восточный полигон, и дорога северо-юг, развитие инфраструктуры внутри страны. Совсем недавно Марат Шахиданович Хуснулин докладывал о строительстве дорог в стране. И так далее, аэропорты, порты, много всего. Затем нам нужно решать вопросы в финансовой сфере. В каком плане? Финансовая система страны устойчива. Банки работают надёжно. Никаких сбоев не допускают. Кстати, благодаря и правительству, и самим сотрудникам банков. Они много напряжённо и грамотно работают. Они квалифицированные люди. У них практически всё получится. Ну, всё не всё, но многое получается. Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. А как я уже сказал, будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом. Значит, и вот про инфраструктуру я сказал. Следующий важный момент – сохранить устойчивость финансовой системы, банковской системы, бюджета и сделать очень важную вещь – заместить внутри страны те инвестиции, которыми раньше пользовались наши участники экономической деятельности, из каких-то западных институтов, из фондов и так далее. Надо заместить это внутренним финансированием. И, конечно, мы можем это сделать, привлекая различные инструменты. Я сейчас не буду туда вдаваться. Если вы задали вопрос в сфере экономики, наверняка ваши читатели знают, о чём идёт речь. Их, они есть, их нужно развивать. Это непростое дело, непростой вопрос. Но это сделать можно. Мы, конечно, должны решить главный вопрос. Нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан. Это совершенно очевидно. И с учётом инфляционных процессов, с учётом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении. Значит, у нас целый набор действий, которые мы должны предпринять в сфере экономики. Я не сомневаюсь, что все они достижимы. Насколько мы сможем реализовать эти планы, как мы сможем приблизиться к решению тех задач, о которых идёт речь. Посмотрим по результатам следующего года. А, крупный бизнес. Ведь понятие дело в чём? Дело в том, что я с удовольствием всегда встречаюсь с коллегами. Сейчас и ковид начал подниматься опять, и ещё одна напасть, этот грипп свиной. Вопрос только вот в этом. Я-то могу так же, как с вами встретиться, но их нужно вместе собрать. Они-то между собой, друг для друга могут представлять с эпидемиологической точки зрения определённую опасность. Дело только в этом. А так мы с ними в контакте же постоянно. И будем, разумеется, этот диалог развивать. Им не просто приходят. Есть разные люди там, понимаете? И мы это хорошо знаем. Страна знает. Есть те, которые, ну, во-первых, всех под санкции там поставили. Не знаю, западный, прозападный или не прозападный. Всех под одну. Ну, к ребёнку для чего? Для того, чтобы восстановить бизнес против государства. Но люди, которые живут в этой стране, они должны жить интересами страны. Интересы страны заключаются в том, чтобы они работали эффективно, исправно платили налоги. Но совсем не обязательно каждого иметь там корабль или где-то арестованный за границей, или, значит, на Средиземном море замок какой-то или в Лондоне. Вот, понимаете, дело вот в чём. Дело в том, что если человек здесь живёт и связывает свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи с этой страной, это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. А такие люди представляют для нас опасность. Но мы лояльно ко всем относимся. Главное, чтобы работали эффективно, но контакты, безусловно, продолжаются и будут продолжаться. И хочу отметить, что, ну, наверное, не 100%, не каждый человек, но подавляющее большинство представителей, в том числе и крупного бизнеса, они являются патриотами нашей страны, патриотами России. И каждый человек находится в своей, как бы, в индивидуальной какой-то ситуации. Но все стремятся к тому, чтобы не просто там остаться, жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику и так были. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Привет. Нахид Бабаев, НТВ. Хочу продолжить экономическую тему. Есть ли у России убытки в связи с введением потолка цен на нефть? Может быть, нефтяники уже просили у государства помощи, льгот. И в связи с этим еще один вопрос. Много говорилось об ответных мерах. Вот готовится указ. Смогут ли меры, которые предусмотрены этим указом, защитить наши интересы? Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник, вторник. Это предупредительные меры. Потому что какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского тэка не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка. Дело совершенно… Да, конечно, цель понятна у наших геополитических оппонентов и противников – ограничить доходы российского бюджета. Но дело совершенно… Да, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского тэка и для экономики и бюджета нет. Никаких потерь нет. Потому что мы по этим ценам и продаем. Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в мировую энергетику, в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно неприсущие рыночной экономике инструменты. Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и в практику всего мира новые, совершенно неприсущие рыночной экономике инструменты, нерыночное регулирование. Представьте себе, если вы захотели прийти и купить, условно говоря, «Мерседес» или «Шевроле», пришли и сказали, куплю за 5 рублей и не выше. Ну хорошо, вы купите 1-2-3 машины, а потом «Мерседес» закроется, потому что производство «Мерседесов» или «Шевроле» будет нерентабельным. Всё то же самое происходит и в сфере энергетики. Всё то же самое один в один. И эта отрасль и так недоинвестирована. Здесь и так есть проблемы, связанные с тем, что в последние годы в связи с экологической проблематикой и переходом на возобновляемые источники энергии не вкладывались деньги в новые проекты, в трубопроводные, в добычу, в разработку и так далее. Значит, банки деньги дают, страховые компании не страхуют. Ну а чего, мировые крупные компании и перестали инвестировать в том объёме, который нужны для мировой энергетики. А сейчас ещё и потолок цен стараются в административном порядке установить. Но это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестирование отрасли перестанет давать на рынок нужный объём продукции. И тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить. Поэтому производители энергоресурсов и в данном случае нефти всё принимают на свой счёт. Не на счёт России, а именно на свой счёт. Потому что все считают, что это только первая попытка навязать производителям административные правила регулирования цен. Алексей Лозырёнко, Мисс Известия. Хотелось бы тоже в продолжении темы. Днями ранее были приняты аналогичные решения по потолку цен на газ. Всё-таки каковы будут наши действия в этом контексте? Насколько нам это угрожает? И какова всё-таки судьба северных потоков? Спасибо. Да, вот это из той же оперы, как я понимаю. Значит, опять попытка административного регулирования цен, она ни к чему хорошему не приведёт и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной. Вообще, Вы знаете, меня иногда наши коллеги, партнёры удивляют своими непрофессиональными решениями. Ведь в своё время именно Еврокомиссия навязывала нам переход на рыночное, так называемое, ценообразование, на биржевое ценообразование на газ. И мы, я лично этим занимался, уговаривали их в Брюсселе не делать этого, говорить, что так рынок газа не работает, это приведёт к тяжёлым последствиям, к всплеску цен. Именно сейчас это и получилось. Теперь они не знают, как отсюда вырулить, так, и пытаются регулировать цены и на газ. Вы знаете, правда, это немножко другое регулирование, чем цены на попытка регулирования цен на нефть. Здесь больше Еврокомиссия говорит о том, что нужно регулировать ситуацию на бирже. Делается привязка к СПГ. Говорится о том, что цены должны коррелироваться с ценами на СПГ и так далее. Но всё равно, всё равно это попытка административного регулирования цен. Вы знаете, нас не слушают, не хотят, не любят, значит, с нами борются. Но сами это себя должны были бы услышать. Вот их, я в данном случае говорю о тех, кто предпринимает попытки в Европе регулировать цены на газ. Но они же слушаются во всём, американцев. Постоянно кланяются и изгибаются каждый раз, когда им дают команду. Здесь не команда. Но просто послушали бы, что говорят американские специалисты. Фридман, известный экономист, лауреат Нобелевской премии, он замечательную вещь сказал. Хотите получить дефицит помидор, введите ограничение цен на помидоры. Завтра у вас будет дефицит помидора. Вот то же самое они делают здесь, с газом и с нефтью. То же самое, один в один. Не слушают почему-то. Но мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем и оставляем за собой право, если вся эта предлагаемая система будет развиваться в сторону административного регулирования, если будет это нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты. Мы оставляем за собой право подумать на том, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает. Друзья. А, северные потоки. Ну что северные потоки? Это теракт, это очевидно. Все это признали. Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государства. И, как обычно в таких случаях говорят, смотри, кто заинтересован. Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину выходила линия подачи газа российского на европейский рынок. Кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги. Вот агрессор агрессор России, но денежки-то получают от нас за транзит. Мы же им платим, и несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса, мы противодействуем агрессии, а не наоборот. Деньги-то берут, и ничего, деньги не пахнут. Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов и так далее. Ну, всё это в прессе было, ничего повторять. Вы и так наверняка знаете. Но расследования-то нет полноценного. Никто не ведёт. Удивительно. Но факт. Значит, что касается вот самого нефти и газа, вы знаете мне, какая вот прямо сейчас, в ходе нашего разговора и дискуссии, какая сейчас мысль пришла в голову. Как-то я уже подходил к этому, но я думаю, что трудно будет не согласиться с тем, что я сейчас скажу. Вот смотрите, вот то, что сейчас пытаются делать, ограничение цен на энергоносители, на нефть, на газ. Вот кто является производителем? Вот Россия, арабские страны, в Латинской Америке, в Азии Индонезия производит, Катар, Саудовская Аравия, Эмираты производят нефть. В Штатах производят и нефть, и газ, но сами всё потребляют. Для внешнего рынка у них мало чего остаётся. Но потребляется вот в этих странах, то есть производится в этих, а потребляется в Европе и в Штатах. И, на мой взгляд, это такое, вот то, что они сейчас пытаются делать, это такой атовизм колониализма. Они привыкли воровать, грабить другие страны. Ведь в значительной степени подъём экономики европейских стран основан на работорговле и на грабеже Африки, Азии, Латинской Америки. В значительной степени благополучие Штатов выросло на работорговле и на использовании труда рабов, а потом, конечно, на Первой и Второй мировой войне, это понятно. Но они привыкли грабить. И вот попытка нерыночного регулирования в сфере экономики – это тот же самый колониальный грабёж. Во всяком случае, попытка колониального грабежа. Но мир изменился, и вряд ли им удастся это сделать сегодня. Друзья, у президента ещё рабочий день продолжается. Давайте заключительный уже вопрос. Давайте. Владимир Владимирович, здравствуйте. Александр Юношев, Life. Заключительный вопрос. Хорошо. Хотелось узнать у вас, как события последних месяцев повлияли на вашу жизнь, на распорядок дня, удается ли найти время для занятия спортом. И на следующей неделе уже Новый год. Здесь хочется поздравить вас с наступающими праздниками. Спасибо. Ну и уточнить, как вы их будете проводить. Спасибо. Ничего здесь такого необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступления президента. Поздравления. Что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы, а я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. Я и всем вам желаю тоже так же относиться к спорту. Это хорошее дело. Говорят, что это помогает сохранять интеллектуальные способности, потому что в здоровом теле здоровый дух. Вам спасибо. С наступающим. Всего хорошего. Спасибо.